Добрый день, шановные господарства! Вы глядите передачу Кухня ТВ на правооручном центре Весна. Сегодня на нашу кухню завитали наместник-старшинник Белорусской Ассоциации журналистов Андрей Бастунец. И юрист-эксперт Павел Сапелко. И я, Оленцин Стефанович. Ну, а на годы нашей сегодняшней размовы послужила такая дзюная история, яка сдарилась с одним российским туристом в городе Лоеве, и отримала нечеканный протяг. Я имею в виду историю с отриманием гражданина Российской Федерации, який рабил фотоздымки тем лику будинка РУС города Лоева, военкомата и чугуночного вокзала в городе Гомеле. Ну, а в вынику мы все стали святками некоторых выпадков затриманнёв тем лику журналистов, які життявляли свои профессионные дзейности, сдымали на фоне неких административных объектов. То есть, Андрей, нагадается, может быть, про эти опошенные выпадки? Ну, перше, что было, и откуда пошла история, когда журналист Комсомольской правды был затриманнен по час дымкову Академии наук, будинка Академии наук. Он был затриманнен, больше за три годины провел РУВД, РУС. Ну, и после этого, еще несколько выпадков были, или журналистов притягывали недоотказысть, или их затримывали, проверали их пашпорты и так далее, и спасылалися на некое таемное, бо нигде недорукаванно было указание, постанову от Министерства внутренних справ. И журналисты, на самом деле, начали высветлять, обшим идея Гаворка. Ну, и вынеку, что высветили журналисты, так скажем, голосности были нададены такие вот документы, які можно назвать, напевно, внутренним документом, распоряджением Министерства внутренних справ, які адресованы наместникам старшиня ГУС Мингорода Конкама и областных управлений внутренних справ за подписом наместника Министра генерала майора Мельченко. Вот я дозволю себе процитовать некоторые тут речи о мове оригинала. С целью исключения аналогичных провокационных действий, новая цена вази той, что ударилась в городе Лоеве, а также во исполнение указаний Министра внутренних дел Республики Беларусь по обеспечению общественной безопасности, необходимо ориентировать сотрудников УВД, несущих службу в составе штатных нарядов УДС, а также нарядов, задействованных в охране общественного порядка, в единой дислокации на выявление задержания и доставления в УВД лиц, осуществляющих фото и виде съемки зданий государственных органов, в том числе осуществляющих правоохранительную деятельность, а также критически важных объектов, предупредить о необходимости повышения бдительности принесению службы. При осуществлении разбирательства с указанными лицами в обязательном порядке обеспечить технический обыск, опрос, проверку по базам данных МВД, а также постановку на дакто, фото и видео учеты, организовать проверку на находящихся при них фото, звука в виде записывающей аппаратуры, других устройств, используемых для этих целей, а также оборудование для передачи и приема данных по проводным и беспроводным каналам связи. По каждому факту задержания таких лиц незамедлительно информировать Управление оперативно-дежурной службой милиции, общественной безопасности МВД по телефону с последующим представлением в течение трех часов телеграммы с изложением обстоятельств выявленных правонарушений и принятых мер. Вот, какие у нас такие отрывался судованные документы. Ну и почнем вот по порядку, Павел, вот относно затриманню, значит, особо, яке ожитивляет фото и видео вздымку державных будинков, а так само критично важных объектов. Что такое критично важные объекты, хотелось бы узнать? Критически важный объект. Ну, это... Ну, это можно спросить. Из фотора Мельченко может он видать, что-то будет. До того, как заместитель министра Мельченко занялся правотворчеством, в принципе, вопросы задержания, доставления, обысков и прочих, таких ограничивающих права граждан действий, были зафиксированы в законе об органах внутренних дел, в Уголовно-процессуальном кодексе и в Процессуально-исполнительном кодексе в административных правонарушениях. И там очень четко сказано, что, ну, там, за некоторыми исключениями, которые касаются, там, лиц безопределенного места жительства с явными признаками психических заболеваний, основание для задержания – это совершение противоправного действия или преступления, или административного проступка. И только в случае совершения гражданином административного проступка или в случае подозрения в совершении преступления его можно задержать и доставить куда-то в орган внутренних дел. Ну, и дальше уже подвергнуть этим всем процедурам. Ну, а даже на выкладку отремняется, что тут сдымки административных будинков приравниваются до, власно говоря, административного правопорушения, отремняется. А какие будинки в Оголе, здесь это записано, какие будинки можно сдымать, нельзя сдымать? На самом деле, это не такое простое питание, как сдавалось, або есть список будинков, которые нельзя сдымать, які належать державной ахове, и есть пылные забороны, але гэтага спису нема в открытым доступе. Ем тычится у всех, але журналисты не могут доведаться, что можно сдымать чагу нильга. Есть пылные забороны, які тычится, например, там, сдымков на мяжи подчас проверки, там, сдымков на борту, на борце самолетау авиации громадзянской Беларуси, сдымков у судах без, пачас судового процессу, без дозволу старшини, ну, и гэтаг далі. Есь пылные забороны, але яны не тычится, минавито будинкову, вокзалу гэтаг далі. И, ну, зараз я бачу, што такое, вельми пашыраецца кола гэтаг объекту, уже на вот Академии навук на проспекте стоять, уже умерли фотографувати. Вот открытичный объект. Да, открытичный объект. С дымки аких могут потягнуть за собой ось такі негативные наступства. А што тычится журналисту? Ну, у любым выпаду гэтаг негативные наступства, каль кагойся затрымуцца на три години. А гэда тычится не только журналисту, гэда тычится кожным. Але, калі гэда тычится журналисту, тут я яшы бачу і склад, напрыклад, правопорушэння кодексавы административных правопорушэннях, это закондавство о всьми порушэннях правового журналисту, навод, может быть, и криминального кодекса, потому что это перешкоды журналистской работы, за что усталевана отказность, про какую тут забываете. Павел, а вот относно наступных процедур, как тут они пишут, личный обыск, опрос, проверка по базам данным, и постановка на дактофото и видеоучет, эту дактоскопию повинно провести навод. Вообще, я вот этот документ оценил бы, как заведомо незаконный приказ. Распоряжение. Потому что здесь заместитель министра призывает рядовых сотрудников совершать должностные как минимум проступки. Потому что что такое заведомо незаконное задержание, а оно ведь произвольное, если так вот внимательно рассмотреть, да и по отечественному тоже. Что такое призыв обеспечить личный обыск человека, который не совершил ни административного проступка, ни уголовного преступления, что за призыв поставить их на дактилоскопический учет. Ведь есть закон об обязательном дактилоскопическом учете, где очень четко описаны те случаи, когда гражданин обязан пройти эту процедуру. И поверьте, случаев, когда того основания, по которому будет проведена дактилоскопия, такого как фотографирование объектов, там быть не может. Андрей очень правильно сказал, что да, есть некоторые понятные запреты, обоснованные, которые, ну, они имеют право на жизнь. Я понимаю, почему, допустим, там не разрешено фотографирование на борту гражданского самолета. Ну, могу допустить, почему. Но там же при этом висит надпись. Или на каком-то понятном языке, или какой-то символ, который указывает на недопустимость съемки. То есть гражданин информируется про это? Конечно. Что в данном выпадке это забавно? Конечно. Ну, может быть, у нас на военкоматах и в домиках администрации так само вывесить такие большие шильды. Но от этого это распоряжение не станет законным. Я за вашу говоритель, что висят такие шильды заборона с дымок, например, в храмах и так далее. Али это, снова-таки, не отповидая законодавство. Об этом уже шмат вязется дискуссию, али основа такая, что эти забороны не продуглежены законодавством. И тут на самом деле вводятся правовые нормы, які отыщатся не только супрацовником милиции, отыщатся кожного, это смешно, мне здаеца, потому что, может быть, варто было бы вывести войсковую базу российской с территории Республики Беларусь. Может быть, это было бы больше плен, мелочем заборонить, сфотографовать чугуночный вокзал, аки, до речи, на шмат яких паштоках у нас, сфотографованы Минским вокзалом, через сюда генерации. Некоторые критически важные объекты тоже, в общем-то, типа, здание Творца Независимости, резиденции президента, они тоже есть на доступных продаже. Но это на угол смешно, когда заборонят задымать то, что находится на Галуном проспекте. Знаете, у ключащих бутонок КДБ, где, до речи, находится место утромания Турмада, и яка уже по законодавству, что это заборона без дозвола сделать такие задымки, а не 8 на проспекте. Что-то мне помнится, что Турма там как раз-таки отдельным зданием стоит. Не было, не знаю. Мимо проходил. С той стороны. Ну, я думаю, что, в принципе, ситуация тут заразумелая. Мы можем над этом завершить. И хотелось бы закликать супрационников милиции, чтобы при жертвовании своих профессийных обовязков накировались наиперш законами нашей краины и Конституции и не допускали порушению правов грамотян. До наступной встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова